На еженедельном оперативном совещании по работе коммунальных служб руководители ресурсных организаций доложили главе города о проделанной работе за прошедшую неделю и ходе текущих дел. ГЛУД подметает и моет дороги города, чистит ливневые канализации. Всего задействовано два десятка единиц спецтехники. По улице Дзержинского дорожники продолжают ямочный ремонт. В зоне их внимания сейчас участки дорог по Парковой, Колымскому шоссе, Пушкино, а также кладбище на 14-м километре. Теплосеть готовится к опрессовке сетей, которая поможет выявить слабые участки теплотрасс. 23-24-25 числа в городе Магадане будет проводиться гидравлика, гидравлические испытания, опрессовка, это испытания тепловых сетей распределительных в городе Магадане, которые обеспечивают теплоснабжение в отопительный период. Все потребители были заблаговременно извещены для того, чтобы подготовили свои внутренние сети, отключили надежно, чтобы их не раздавил повышенным давлением. Давление при опрессовке в среднем превысит рабочие в три раза. Это от 12 до 15 атмосфер. Ответственные службы должны перекрыть отопление в узлах управления предварительно по согласованию с аварийно-диспетчерской службой Магадан Теплосеть. При проведении испытаний возможно ограничение в подаче горячего водоснабжения. 19 июня для проведения ремонтных работ с 8 до 20 часов будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям по проспекту Карла Маркса, улицам Парковая, Скуридина, Якутская и Горького. Продолжаются работы по озеленению магданских улиц. На участке растеневодства специалисты комбината зеленого хозяйства занимаются уходом за рассадой, поливом, прополкой и рыхлением. Идет устройство газонов на Магаданской площади и в парке Маяк, а также высадка деревьев возле Кванториума. Ремонтно-строительная бригада КЗХ продолжает работы по демонтажу тротуарной плитки по проспекту Ленина. Одновременно с этим восстанавливают лестницу по улице Пролетарской 50-2, а также специалисты приступили к ремонту контейнерной площадки на Якутской 9 и монтажу пандуса на Карла Маркса 67.